Спасибо большое, Вася. Ну, разлей чай. Если хочешь понравиться родителям мужа, нужно проявить должное воспитание и померой. Мулан? Да. Я придумал шутку, когда ехал в такси. Не знаю, она не то чтобы очень хороша. Скажи. Что может быть лучше, что может быть для тебя лучше, чем запах твоего немытого члена с утра? Не знаю. Что? Запах твоего большого немытого члена с утра. Неплохо. И еще был второй вариант. Что может быть лучше, чем запах немытого члена с утра? Равенство между мужчинами и женщинами. Странно. Что, не лучше, ты хочешь сказать? Нет, не лучше. Большого члена лучше. Так нет, тут не было большого члена в качестве вариантов. Но он был первым, поэтому я сравнивал уже с первого варианта. А, шутка с большим членом лучше. А не большой член лучше, чем равенство. Смотри, у тебя большой член, либо мужчина и женщина равны. Понимаешь, это эгоизм или альтруизм? Что ты выбираешь? Ну, типа, никто не узнает о твоем решении. Ладно, я за равенство. Это для камеры. Это для всего. Я за равенство. А что, как вообще здесь обычно? Надо же обсуждать что-то о женщинах. Не обязательно? Важно просто говорить что-то. Нет, вообще, типа, любая тема. Да. А тебе есть что обсудить про женщину? Ха. Да. Всегда помогут вопрос. Да. Конечно. Всегда есть что обсудить о женщинах. Нет, женщины... Дают вам проход. Дают проход. Огромный коридор. Такой крык и широкий. Огромный коридор. Спокойно. Не обращая внимания. Да нет, просто, не знаю, тяжело. Отношения. Вы в отношениях, Николен Гребер? А почему вы не в отношениях? Я выбрал уже ту стезю, где я буду просто толстеть и пить пиво дальше до какого-то момента определенного. Мне кажется, это идеально для отношений. Угу. В плане то, что вы вот в какой-то зоне комфорта будете вдвоем жить и она будет за тобой ухаживать там. Протирать меня губкой. Протирать меня губкой. Да-да-да, протирать тебя губкой. То есть... Каждая должна быть женщина, которая готова протирать его губкой. И губка такая прям натуральная. Да-да. И под каждой складкой мить. А что, а вы действительно не хотите... Крепкие отношения называются. Не хотите встречаться? Черт все я да я. Я не знаю. Мне реально... Ну такая острая же, острый вопрос. Ни с кем уже. Я так привык пукать, когда я захочу. И как я захочу. То есть все эти там скрытности, уходы куда-то. Это же такое удовольствие просто проснуться в кровати. Согнать одну ногу. Пропердеться хорошей. И дальше продолжаться спать. Под одеяло. Под одеяло. Чтобы все под одеялом осталось еще. Так не делайте, когда у вас осталось под одеялом, вот такое одеяло. Вот так вот. Тебе надо просто встречаться с бизнес-вуменом, которая будет выходить рано утром. Вот. И ты будешь один просыпаться, пердеть. Вот. А потом она будет возвращаться и приносить еду домой. Интересно, говорят ли такое бизнес-вуменом. Потому что тебе надо встречаться с алкоголемом. Как она говорит своим сотрудникам на работе. Ну я ухожу пораньше, чтобы он попердеть, а не пораньше. Она почему-то так рано. Она приходит специально раньше всех на работу. Ты думаешь, что это безнажилка у нее? Какая-то стоит полчища. Да, она очень усердный работник. Она просто дает шанс Николе пропердеться. Хорошая с утра. Ну попердеть. Можно же пердеть и при своей девушке. Я пиржу при своей девушке. Я тоже пиржу при вашей девушке. При моей девушке кто угодно пердеть. Может она в целом нормально к передвиженной. Сама, знаете, я, может, иногда ненароком так. Ну правда, в основном шептуны, никаких громких заявлений, я бы так сказал. А от смеха? Никогда? Нет. Бывает от смеха. Да? Бывает, да, бывает. Боюсь, что перейдешь неожиданно нахлынувать, знаете, когда вы... У меня было как-то, я говорю, девушки, я иду в комнату, и я иду, знаете, когда на ходу вы идете? Я иду и говорю, ты у меня... Самая, и такой... И она такая... Я у тебя самая-самая... Я такой, да, самая-самая... Короче, Джон Оливера было шоу, в котором он осуждал поздравления глав стран с 8 марта. Он, естественно, взял страны, которые, типа, ой, ой, непросвещенные, Россия, Турция и Китай. Ну, Турция и Китай, фиг с ними. В России Владимир Владимирович Путин лично обратился к камерам, где, по сути, суть его сообщения была такая, что, типа, женщины до хрена всего могут достичь просто до хуя, и я желаю, чтобы они реально это достигли, при этом не теряя шарма, оставаясь очаровательными. И Джон Оливер такой, ох, ёб твою мать, типа, вот женщины борются за то, чтобы вот не было этой сексистской хуйни. А я уже подумал, что, типа, вот здесь лично я провожу черту. Я за Путина в данном случае. Но, типа, он не сказал ничего плохого, в принципе. То есть я понимаю, что женщины, которые, типа, называют очаровательной, это объективация ее внешности, внешность главенствует над, там, личностью. Но он, по сути, сказал не то, что, типа, женщины очаровательны, когда они на кухне готовят борщ, они так, типа... Да, или когда пизды получают. Угу. Просто, типа... Просто очаровательны. Женщины очаровательны? Ну, типа, рад, ну, я был бы рад, мне кажется, все мужчины, кроме тех, которые, типа, ты что сказал бы, я не пидор, были бы рады, если бы их посчитали очаровательными. Угу. Быть очаровательным – это объективно хорошо, и в этом нет... Или есть? Не знаю, быть очаровательным для женщин, мне кажется, это верх какого. Женщины любят, когда их валят. Но с другой стороны, знаешь... Вот, это снова тоже, может быть, уже вот шоу Джона Оливера, товарища Кастова Пидера воспринято, что, значит, не решай, не говори за женщину, значит, любят, когда их валят. Женщины могут любить что угодно, а могут не любить. Ну, есть такой, к сожалению, опыт жизненный, что женщины любят комплименты. Это еще со времен Средневековья почти. Ну, это патриархальное общество с ними сделало. Кто знает, что любят женщины, если оставить их вообще без любого влияния, без любого воздействия, без того, что вместо женщины на кухне, без стереопива, без угнетения, без резания рабочей платы, без избиений, без... Вот. Типа просто... Ну, не все же женщины еще очаровательные. Как ты смеешь так говорить? Это тоже нельзя говорить. Вот что интересно. Почему нельзя говорить? Что не все женщины очаровательные. На взгляд Васи. Да, потому что ты, грубо говоря, делишься своим мнением, которое может кого-то задеть, и никто тебя о нем не спрашивал. Особенно те люди, которых это может задеть. Там какая-то очень странная система. Кого это может задеть? Кто думает, что он не очаровательный, у которого есть комплекс? А? Кто думал, кого это может задеть? Я же не говорю про права женщин. Тех, скорее даже тех, кто борется за права женщин. А даже не самих женщин. Да, да, да. Именно тех, кто борется, их все задевает. Я даю тебе внимание. Именно потому, что они борются все время. Как раз потому. Может, перестать бороться на секунду. Это дает топливо. Да, на секунду перестать бороться и просто принять комплимент, сказать спасибо. И растаять. Но женщины стали забывать, что за них же боролись. Все в жизнь, все время, на протяжении всех поколений, всех времен за них боролись. Какой кошмар. Почему? Ужасное заявление. Да, на любое заявление можно так сказать. А почему? Нет, вот конкретно это. Смотри, в рыцарские времена за них дрались на мечах. Насмерть люди. Ну, как минимум, женщины этого не просили. На дуэли ходили и за женщинами. Ну, а почему за них дрались? Ну, потому что женщины... Мужчины же дрались с другими мужчинами за... За право обладать сердцем. А у женщины не было выбора. Потому что она не могла... А у женщины не было выбора. Почему не было выбора? Ну, то есть ты так говоришь, как будто они сами поставили себя в такую ситуацию. Именно, да. Она не могла выбрать из-за двоих. Она выбрала и сказала, вы двое. Можете подраться друг с другом за меня. Нет, так это не работало. Не то, что женщины любят двух мужиков, так и деритесь. Это слегка не так. Это два мужика, которые говорят, нам нравится одна баба. Мы подеремся, и тот, кто выиграет, будет тебя трахать. Ну, это может быть взгляд с этой стороны, а может взгляд с другой стороны. Мы же не знаем, как действительно было. Может, в действительности она говорила, я не могу из вас выбрать... Мне кажется, у женщины даже ничего не спрашивать. Из двух олухов, да как не спрашивать. Мне кажется, она любила вообще третьего чувака, которого убили уже. Все средневековье, оно прям полно истории несчастной любви. Именно. Все новое время. Там много романтических отношений. Вы посмотрите, вспомните, любое там. Лонцелот. Что делал Лонцелот? Я ну просто что вспомнил первое средневековье. Лонцелот и как Гвеневра ее звали. Типа царица. Смотрите, они спасали, вспомните, любой фильм из средневековья. Он несет ее на коне, он спасает ее от дракона, от циклопа. И это виктимизирует женщин как заведомо жертв, которые не способны сами постоять за себя. Типа если бы показали, что женщины сами дрались с циклопом, да? Да, и побеждали бы, или проигрывали бы. Или проигрывали, или влюбились в циклоп. И циклоп просто нахуй херачит женщин налево, направо. Они падают сотнями, и это нужно женщинам, чтобы их убивал циклоп. Смотрите, ну вот сильная женщина, например. Давайте представим весь мир, который только из сильных, независимых, равноправных женщин состоит. Что это за вселенная такая вообще? Мне нравится в женщинах то, что они ранимые, мне нравится в женщинах то, что они такие нежные, и то, что они типа как что-то... Опять же, это симпатия, воспитанная подряхатами. Это заставляет вас чувствовать себя мужественным. Это сексизм считаете, когда я так говорю? Конечно. Почему это сексизм, когда я говорю, что мне нравится в них вот эта трепетность? Потому что это не все такие женщины. Блин, да. С одной стороны, это мнение, но это... А если я скажу, что я считаю, что все такие женщины трепетные, нежные, цветочки? Нет, это плохо, это комплимент. Конечно. Это не комплимент. А почему это не комплимент? Потому что нежный означает отсутствие силы, отсутствие стержня. А трепетный, это что, блядь, вообще за слово? Трепетать на ветру? Вот. Ну, если бы мне девушка сказала, что я нежный и трепетный, и что это главное мои качества... Да не должен мужчина быть нежным и трепетным. Мужчина изначально воспитывает как мозоль, как крепкую такую, чтобы ничего я не могла проломить. Чтобы с нагвоздь... Натоптешь. Да, натоптешь. Мозоль-то вода внутри? Ну да, да, да. Не знаю, всех по-разному воспитывает. Меня вот, например, любили в детстве. Любили? Ну, всех любили. Меня тоже любили. Мне не говорили, я ненавижу тебя. Нет, Санек, тебя как мозоль воспитывали. В смысле? Ковыряли все время. Чтобы я был крепче. Чтобы я был крепче. Чтобы я был крепче. Люди ничто. Люди можно отнять и дать. Мозоль не обнимает никто. А если обнимает, он ебаный извращенец. Да. Мало того, что тебя как мозоль воспитывали, так твои родители еще и вращенцы в этом понимают. Спасибо. 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 Вот так. Хотя ты мозоль. Вот так мы пришли к тому, что я мозоль с вами. Отличная, отличная. Ты сам это сказал. Ловко дошли. Нет. Я имел иду в общем. Пошел слух, что родители малого любят мозоли. Что у них там фотоальбом. Да, там ты и другие мозоли. Их любимые мозоли. Слово мозоль – это одно из тех, которые чуть только пять раз повторишь, оно теряет смысл. Мозоль, да. Кого? А почему? Я вот просто до сих пор не могу понять. Ну, типа из-за слабых. Мне это сложно. Это всегда… Ну, это непонятно же. Почему это? Я до сих пор не могу. Я не признаю, что это сексизм, когда я делаю девушкам. Комплименты говорят, что они все они. Заштавь себя на место других людей. Учи себе переживания. Ну, если бы мне говорили, что ты очень нежный и внимательный, я бы сказал «спасибо». Я бы не подумал, что я слаб как-то морально. Нет. Потому что когда я слаб как-то… Нет, если бы тебе сказали так… Ты слабый и уебок. Если бы тебе сказали так, не потому что знают тебя, а просто сказали, вот все такие, как ты, выглядящие как ты, все очень нежные и трепетные, поэтому ты вот такой, Санюк. Тебе это приятно? Когда за тебя решили какой-то… Да. Все такие, как я. Просто по какому-то признаку определённому. Вот все с таким носом, они тряпки. Приятно тебе это слышать? Ну, я никого не обзывал. Ну, вспомним. Вернёмся обратно к тому, что я говорил. Я хотел позитивнее выяснить. Ну, с таким носом, как я, тряпки… Ну, значит… Ну, тряпки с хорошей стороны. В смысле, ну, добрые. Добрые. Это комплимент, да? И в питом… Который можно что-то вытереть грязное. И это станет чистым. Чистым. Да, то есть ты полезен. Почему вы не можете принимать комплимент, Александр? Ну, я… Ладно, я принимаю. Это как комплимент. Давай дальше на него накидывай. Я… Спасибо, парни. Я тряпка. Я делаю мир чище. Правильно? Я понимаю. Да, да, да. Правда, от тебя любой может вытереть ноги. Как судья Дредд, правильно? Как… Нет, как тряпка. Да. Как вот эта старая футболка, которая больше нигде не пригодится. Которая… Это еще будешь носить? Нет. Из другой комнаты. И все, вервется она. Спасибо, парни. Я понял. Это бесконечно может продолжаться. Тряпка, на которую ставишь обуви зимой, чтобы стекала… Грязь. Стекала грязь. Тряпка, которая никогда не отстирывается до конца уже. Вот такая. Да, которая подтвердила уже из-за всего, что с ней… Которую можно вот так поднять, и она горизонтально поднимется. Вот такая тряпка. Спасибо, что вы хотя бы сказали, что меня стирают иногда. Это приятно. Что я не та тряпка, которая просто все время впитывает дерьмо в себя. Так, ну вы отчасти убедили меня. Но я не говорю все… Вы когда-нибудь женщину физически любили, без того, что она об этом знает на момент начала процесса? А можно как-нибудь попроще? Да, да. Ну, допустим… Что? Это типа изнасилование? Проснулся, рядом женщина спит и такой, о, суну в нее член. Нет. И она просыпается и радуется. Нет, но… Она радуется в таком случае? Ну, в смысле, нет. Я не могу себе так… Мои все, да, блин. Все нахуй. Счастливые, ебать. Будить с помощью секса вы видите? Да. Это изнасилование. Это изнасилование. Почему? Прикиньте. Это изнасилование. Я так сразу же подумал. Получается, моей девушке нравится изнасилование? Ты в начале, по сути, это определение изнасилования. Угу. Это секс без обоюдного согласия. Она должна принять условия просто, в которых казалось. Почему? А откуда вы знаете? Может, на момент, пока она спала, ей снилось то, как вы занимаетесь сексом? Но сон – это нерациональное решение, это неподтвержденное… Я не то, что я наезжаю, я просто рассказываю о том, какой мир становится сейчас. Смотрите, давайте это ставить со спящей женщиной, должны ставить датчики, чтобы регулировать то, что ей снится, чтобы определять уровень ее возбуждения во сне. Не, если ты хочешь так заниматься сексом со своей женщиной, надо просто взять у нее письменное разрешение. Ну, или хотя бы… Представать мне, когда она спит. Устное, да. Ну, что она согласна, что ты ее можешь разбудить таким образом. Если она будет согласна полностью, без всяких соревнований… Она должна быть согласна всегда, без каких-либо оговорок, потому что эти оговорки могут в любой момент вступить в силу и… Подождите, а Фрэнк говорил или кто говорил, что каждая девушка в душе мечтает быть изнасилованной? Мне кажется, какой-то чувак говорил. Это не похоже на ученого. Да они все жаждут этого, я обглянусь. Они хотят, чтобы… Баба мужика нормального надо, чтобы, блядь, выебывал из нее все это дерьмо. Да, это не похоже на ученую речь. Чтобы без согласия просто берешь ее… Открываешь теорию бессознательного, да, и там… Ну типа, да, и так народ мыслил, и мысли до сих пор. То есть в России вообще похуй на это все. Вот это когда… Помните, когда Шурыгину, Диану несовершеннолетние изнасиловали или кого-то еще? Там проблемы были… В ночном клубе какую-то девку несовершеннолетнюю заставили сосать двое. Это все получило глазку просто потому, что вокруг этого был какой-то ажиотаж, и это было снято на камеру. Вот… Повезло. Но… Прям миллион в год каких-то вписок, в которых происходит реально очень плохая херня. Но на которую никто никогда не обращает внимания. Так семьи там формируются, но нет никаких плохих последствий. То есть в этой херне, короче, каким-то образом необходимо балансировать. Потому что вряд ли можно на заводе донести мысль о том, что надо женщине… Более того, есть какие-то ортодоксальные христиане, которые, в принципе, заставляют женщин не поднимать взгляд от пола никогда. Да. Есть… Мусульманины – это прекрасные люди. Каждый. Каждый из мусульман – прекрасный человек. Отдельно. И отдельно, и вместе. Я очень сильно их уважаю. У всех женщин, каждая по отдельности, сильная, независимая личность. А это для них оскорбление, понимаешь? Да господи, почему я опять не попал? Для них это оскорбление? Нельзя угодить всем самим одновременно. Покорное прекрасное. Покорное, да. Послушное. И заботливое. Внимательное. К потребностям и нуждам своей семье. То есть те традиционные ценности, где женщина в первую очередь жена и мать. Почему-то никто не говорит про бабушек. Типа, она отличная жена и мать, и бабушка. Кстати, нет ни одной феминистки, бабушки, по-моему. Не, они примерно около этого возраста. Они ведь такие у них седые, короткие, прические. Бабушки нет в том плане, что, может быть, если… А, черт, я только что в голове спутал феминисток с лесбиянкой. За это вообще распинают на западе. О, Николя, вот это вы попали. Могли бы сейчас влететь, конечно. Но хорошо, наверное, то, что у нас есть время научиться. Потому что за это нас еще не казнят, за это нас не уводят там, не начинают обвинять в интернетах, за это на нас не устраивают гонения. Никто не хочет с нами судиться. Нетфликс не рвет с нами контракт, и наши спешалы не задерживают по пути выпуска HBO. Я не знаю. А у нас вообще в России у нас достаточно развитый феминизм радикальный? Нет. У нас это, к сожалению, подростковое явление в интернете преимущественно. Потому что, ну, типа, это же такие резкие взгляды. А подростки склонны придерживаться резких взглядов. И это своеобразный такой приятный бунт. Ну, то есть, я к тому, что они там тупорылы, безусловно. Что они не могут не постоять за свои слова в большинстве своем. Мне что-то дать какую-нибудь нужную информацию. Кроме того, что начнут обзывать, как это, лукистом. Лукист — это кто? Тот, кто видит женщин лишь внешностью. По-моему, ща, 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 надо разобраться. Вообще люди же отвратительно выглядят, если задуматься. В целом. Я вот часто думаю об этом, что вот мы уже стремные. Ну, у тебя же встает на людей, Вася, так или иначе. Ну, встает — это чисто инстинкты природы. Но если просто абстрагироваться, то посмотреть на человека со стороны — это отвратительно. А Меган Фокс отвратительно? Меган Фокс тоже отвратительно. Она же человек. А каким ты представляешься идеального человека? Пушистым. Красивого человека? Сфера идеальная. Он светится? Круг света. Возможно, круг света. Круг света. Ну, это красиво, понимаешь, нет никаких изъянов. Вот у меня там свои ногти какие-то торчат, отвратительно какие-то, смотри. Кутикула, да. Смотри, какие-то складки. Что это вообще такое? Какие-то волосы. Если бы все были бы кругами, светящимися, парящими в воздухе. Как бы вы занимались тогда? Сексом бы никто не занимался. Ну, что вы все про секс? Я скорее про то, что индивидуальности бы не было ни у кого. Почему? Все были бы парящими кругами. Ну, разными, с разными прическами. Все бы по-другому проявляли свою индивидуальность, вот и все. Мне кажется, не внешностью, а какими-то внутренними качествами. Не, ну еще то, что человеческие тела, они несовершенные, они еще не деэволюционировали до конца. У нас там есть болезни. И, например, вот мы считаем других людей привлекательными, например. Но какие-то моменты нам все равно отвратительны. Ты там вспотел, ты чувствуешь, что тебе неприятно пахнет. Так? Это вот, по сути, это же часть тебя, это вот вышло из тебя. Это, на самом деле, неплохой способ от этого избавляться. Круче было бы, если бы вместо сранья можно было бы начать сиять, и все. И потом из тебя вышли бы вот эти остатки. С другой стороны, общество бы сделало так, чтобы сияние стало чем-то постыдным. И сиять надо было специально на туденных местах. Вегетарианцы говорят, что говно перестает пахнуть, и пот не пахнет, если, типа, долго придерживаться диеты растительной. Интересно, интересно. Но мы же не будем идти на это, чтобы просто перестать пахнуть. Ну конечно. Давайте хотя бы еще вот на каких-то пример придем, которые только травоядные. У них же, у коров, например, навоз, он сильно пахнет. Так что это не аргумент, я считаю. Попадают запахи, они просто пытались подсадить вас на вегетарианскую пищу никогда. Смотрите, в принципе. Продолжение следует...